На полноприводной версии Каджар водитель может выбирать режимы трансмиссии с помощью переключателя на центральной консоли. Выбранный режим отображается на щитке приборов. Чтобы выбрать моноприводный режим, переключатель следует установить в положение 2WD. Сигнальная лампа режима неполного привода загорается на щитке приборов. В моноприводном режиме задействуются только передние колеса, что позволяет экономить топливо при езде в хороших дорожных условиях. Чтобы выйти из этого режима, установите переключатель в положение авто. В автоматическом режиме крутящий момент двигателя распределяется между передней и задней осями в зависимости от сцепления с дорогой и скорости автомобиля. Этот режим обеспечивает оптимальный баланс между потреблением топлива, тяговым усилием и сцеплением с дорожным полотном. Его можно использовать на любых дорогах, особенно если сила сцепления варьируется на разных участках. Если активировать параметр авто, автомобиль работает в тяговом режиме, но автоматически переключается на полный привод, когда сцепление ухудшается. Чтобы выбрать полноприводный режим, переключатель следует установить в положение LOG. После этого переключатель вернется в начальное положение. На щитке приборов загорится индикатор 4WD LOG. И крутящий момент будет равномерно распределяться между передними и задними колесами. Этот режим рекомендуется использовать при плохом сцеплении с дорогой, например, при езде по снегу, грязи, грунту, песку, а также на малой скорости. При езде по рыхлому грунту с включенным режимом LOG рекомендуется отключить систему ESC, нажав кнопку в нижней левой части приборной панели. Включенной остается только система поочередного торможения колесами, которая будет тормозить пробуксовывающие колеса. И передавать крутящий момент двигателя на колеса с наибольшим сцеплением. Чтобы отключить полноприводный режим, переключатель следует вернуть в положение LOG. С активированным режимом LOG полный привод возвращается в автоматический режим, если скорость автомобиля превышает 40 км в час. В случае неисправности полноприводной системы автомобиль возвращается в стандартный моноприводный режим. Продолжение следует...